Это Rolls-Royce Cullinan Black Badge, один из самых быстрых и мощных ультралюксовых внедорожников в мире. Его огромный 12-цилиндровый двигатель объемом 6,75 литра выдает 600 лошадиных сил и 900 ньютон-метров момента, а первую сотню этот полноприводный танк разменивает за 4,9 секунды, и это при массе в 2,7 тонны. Но как я уже говорил неоднократно в других подобных выпусках, нет предела совершенству, и новый проект от Илья Спофек хорошее подтверждение моим словам. Друзья, перед тем, как мы продолжим, не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления, чтобы не пропустить самую интересную информацию из автомобильного мира. Еще 20 лет назад было трудно представить, что Rolls-Royce вообще можно тюнить. В то время это приравнивалось к преступлению против человечества. Один неверный штрих, и вся люксовость и британская аристократичность куда-то исчезали. Сейчас же ситуация сильно изменилась. У британцев появился свой первый внедорожник, а от Илья немного обуздали свои фантазии и начали выпускать более сдержанные проекты на базе британских автомобилей. Сегодняшний герой обзора Rolls-Royce Cullinan Black Badge как раз-таки относится к подобного рода проектам. К нему приложили руку мастера из подразделения Spofek. Для британского крепыша был разработан аккуратный обвес, подчеркивающий сильные стороны пятидверки и добавляющий массивности и брутальности. Передние арки были расширены на 10 см, а задние на 12 см. Все для того, чтобы влезли огромные фирменные 24-е диски. Причем в Ателье могут предложить сразу несколько вариантов обуви для Cullinan. В техническом плане внедорожник также претерпел ряд изменений. Во-первых, для него была разработана новая выпускная система с декоративными насадками из карбона. А во-вторых, на автомобиль можно дозаказать отдельный блок управления пневмоподвеской, что позволит опустить ее еще ниже. Но главные изменения кроются под капотом. Для огромного V12 инженеры разработали новую прошивку, влияющую на подачу топлива и надув турбин. Все это было заключено в фирменный модуль, который напрямую подключается к системе управления двигателем. Новые настройки положительно сказались на отдаче, и огромный танк способен выдать 707 лошадиных сил и 1060 ньютон-метров момента. Это далеко не предел для этого двигателя, но у ребят не стояло цели выжать все соки силового агрегата и превращать Cullinan в болид для драга. К тому же 4,6 секунды до первой сотни и максимальная скорость в 250 км в час большинству клиентов таких автомобилей хватит с запасом. Ведь не стоит забывать, Rolls-Royce – это в первую очередь про комфорт. В Европе в очередной раз выбрали лучший автомобиль года, теперь уже 2021-го, который, к слову, только начался, но такова особенность проведения конкурса, который проходит в несколько этапов. После чего комиссия судей, состоящих из автомобильных журналистов, выносит свой вердикт путем подсчета баллов, которые начисляются в ходе различных тестов. Так вот, победителем в этом году оказался компактный ситикар Toyota Yaris. Малышу удалось набрать 266 баллов и тем самым обойти более дорогих конкурентов, таких как Audi A3, BMW 4-й серии и даже новенький Mercedes S-класс. Судя по всему, низкая стоимость, экологически более привлекательная линейка силовых агрегатов, а также наличие различных версий, в том числе и спортивной с приставкой GR, сделали свое дело. Можно было бы поспорить с решением судей, но похоже, что народное мнение совпадает с решением профессионалов. Yaris оказался еще и самым продаваемым автомобилем в Европе. А вот на втором месте разместился еще один ситикар Fiat 500. С результатом в 240 баллов известная на весь мир модель также приглянулась судьям своей экономичностью и лояльным отношением к окружающей среде. Неожиданно закрывает тройку лидеров Cupra Formentor с результатом в 239 баллов. Проиграв всего один балл Fiat, кроссоверу удалось обойти в этом рейтинге даже Skoda Octavia, которой удалось набрать всего 199 баллов. Друзья, согласны ли вы с результатами конкурса или считаете, что победителем должна быть совершенно другая модель? Как всегда, оставляйте свои комментарии под этим роликом. А у меня на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал и не забывайте о группе в инстаграме, которая доступна по ссылке в описании. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok